Традиционно к Международному женскому дню в столице республики открываются новые точки продажи цветов. Чтобы некачественные цветы не испортили настроение, и собственно сам праздник, Россельхознадзор проводит рейдовые мероприятия, в рамках которых осматривают цветочные лавки, киоски и, конечно же, автобусы, где реализуют продажи цветов. На рейде побывал и наш корреспондент. В эти праздничные дни автобусы, из которых продают цветы, обычное явление для горожан. Однако многие даже не представляют, что прекрасный букет может таить в себе опасность. Цветы завозятся из других регионов России и даже из-за границы. И бывает такое, что среди лепестков находятся различные паразиты. Мы получаем авиаперевозку с Голландии в Москву, а с Москвы уже прямая поставка до Якутска идет. Россельхознадзор по республике Сахая-Якутия в эти дни проверяет именно такие точки. Смотрим сопроводительные документы, то есть наличие, должны иметься карантинные фитнес-санитарные сертификаты, товарные, накладные. И если при обнаружении вредителя под карантинной продукцией, отбирается проба и направляется в ПГУ Иркутской МВЛ. Каждое растение инспекторы проверяют крайне тщательно. В данный момент идет досмотр слезанных цветов. Далее то, что упало от стряхивания, рассматривает под лупой. Если выявляются какие-нибудь насекомые или личинки паразитов, то их сразу изымают на экспертизу. Это насекомые или ямага, взрослые насекомые. Мы отбираем пробивку и обследуем дальше партию. В случае обнаружения карантинных вредных организмов партия цветов сжигается на полигоне твердых бытовых отходов. Как нам сообщили инспекторы, в ходе подобного рейда в прошлом году было выявлено 26 случаев обнаружения вредных насекомых. Так что, если вы собираетесь порадовать своих близких цветами, то не стесняясь спрашивайте у продавца, откуда завезены цветы. А главное, попросите показать лицензию на право введения такой деятельности. В противном случае ваш подарок может принести не только радость, сколько хлопот и неприятностей. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.